конечно во внутриутробном периоде антимюллеров гормона девочек отсутствует тех количеств в которых есть у мужчины иначе бы процессы все пошли неправильно но начиная с перинатального периода и до на паузы антимюллеров гормона женщина определяется у него может быть некоторый пик во время полового созревания однако после этого он все время все время все время постепенно снижается вплоть до периодами на паузы вот здесь представлены как раз такие достаточно широкий рефер это информация взят с сайта лаборатории мэйя мы видим что здесь разброс очень-очин большой но здесь очень хорошо видно что с течением времени с возрастами с увеличением возраста уровень антимюллеров гормона у женщина будет снижаться но посмотрите пожалуйста вот несмотря на то что мы очень хорошо видим что до уровень гормона снижается очень хорошо это видно на графике каталог на мир не снижается но Но посмотрите, какой гигантский разброс значений, то есть от достаточно низких до достаточно высоких значений в принципе в популярности женщин. То есть здесь нет какой-то очень-очень узенькой полосочки, внутри которой значения присутствуют, значения могут быть колоссально отличаться. Это связано безусловно, причем у здоровых женщин, даже не имеющих каких-то дополнительных факторов риска, но значения будут отличаться.